Химия между мужчиной и женщиной подобна невидимой силе, которая сближает партнеров, бросает их в объятия друг друга, заставляет скучать, когда мы не видим любимого человека уже какое-то время, окрыляет нас, вселяет в нас надежды, делает нас очень счастливыми. Но порою она даже может разбить нам сердце. И поверьте мне, любовь здесь ни при чем. А вот мозг имеет к этому прямое отношение. Давайте разберемся детальнее, что с нами происходит. Представьте наш организм в виде большой биохимической фабрики, на которой каждую секунду и наносекунду безостановочно происходит огромное количество процессов, которые заставляют нас что-то прожить, почувствовать, дают нам определенные ощущения, дают возможность вообще нам функционировать. И если фабрика работает хорошо, клиент очень доволен. А если происходят какие-то сбои, то мы можем иметь дело с депрессией или какими-то расстройствами. Пожалуйста, если вдруг что-то подобное есть у вас, обратитесь к специалисту. Потому что гораздо сложнее строить отношения, если мы не совсем здоровы и наша фабрика сбоит. Ну и если разбираться детальнее, то вот что мне хочется сказать. Когда мы находимся на начальной стадии отношений, то думаем о партнере или партнерше все свободное время, если мы не рядом с этим человеком. А если мы рядом с этим человеком, нам хочется провести с ним как можно больше времени. Этот первый этап отношений называется, да-да, не любовь, нет, влюбленность. Классное, чудесное время, которое нас невероятно окрыляет. Что же такого особенного происходит с нами, когда мы снова, снова и снова хотим видеть любимого человека? Откуда это? Почему это с нами происходит? Откуда возникает это желание? И почему нам так приятно быть рядом с любимым человеком? Давайте разберемся чуть-чуть детальнее. В нашем мозге есть специальная область, она называется вентрально-тигментарная область. Вы сейчас видите это как более яркая часть на рисунке мозга, да? Она весьма условно здесь изображена, но тем не менее. Когда она активизируется, происходит следующее. Выделяется гормон допамин, а это один из четырех гормонов счастья, который наполняет нас радостью, предвкушением встречи, удовольствием, когда мы встретились. И нам очень хорошо, мы ощущаем счастье. ВТО – это участок мозга, который отвечает, собственно говоря, за обработку, вознаграждение и мотивацию. Как это работает? Смотрите, все на самом деле очень просто. Когда мы думаем о чем-то, например, «Боже мой, я вот уже там скоро увижу любимого человека», в этот момент активизируется ВТО. И когда активизируется ВТО, гормон допамин выделяется. Еще событие не произошло, а мы уже чувствуем радость от предвкушения. Гормон допамин – вообще удивительный гормон. Он выделяется и когда мы предвкушаем что-то, он также выделяется, когда что-то происходит, и оно нам нравится, и выделяется, когда мы вспоминаем что-то, что нам когда-то нравилось, или когда празднуем победу. В общем, это один из тех гормонов счастья, которые просто очень легко наполняют нас, если мы стимулируем зону ВТО. Но еще мне здесь хочется сказать, что помимо того, что мы ее стимулируем, мы ее еще и тренируем. Почему? Как только активизируется ВТО, мы думаем о любимом человеке, или о вкусной еде, которая нас скоро ждет, или о предстоящей поездке в отпуск, или о том, что мы сейчас выпьем стакан холодной воды, потому что мы хотим пить. В этот момент активизируется ВТО, тренируется мозг на то, что нужно выделять гормон допамин. Гормон допамин выделился, нам очень хорошо, и когда его уровень становится меньше, мы снова стимулируем свой мозг в предвкушении, в думании о чем-то, что нам нравится, и таким образом мы стимулируем себя выделять все больше и больше гормона допамин, который наполняет нас радостью. Собственно говоря, поэтому влюбленность, такое приятное чувство, оно сопровождает нас, нам это очень нравится. Но помимо того, что мы с радостью думаем о том, что мы увидим любимого человека, и как это классно будет, и выделяется гормон допамин, еще мы хотим прикасаться к любимому человеку, мы хотим быть в объятиях любимого человека, обниматься, сидеть рядом, положить голову на плечо, просто прикоснуться рукой, просто вот как-то обнять, поцеловаться. И в этот момент в нашей биохимической фабрике, в нашем теле происходит выделение еще одного гормона, который называется окситоцин. Его еще называют гормоном любовь. И это еще один из гормонов счастья, потому что этот гормон дает нам ощущение безопасности, он снижает стресс. И у нас возникает ощущение, что вот этот человек, который рядом со мной, это родная душа, что мы с ним одной крови, а теперь как-нибудь умножьте радость допаминовую, на ощущение мы с тобой одной крови, и вы получите вот это невероятное, восхитительное состояние влюбленности, которое невероятно приятно ощущать. Вот эта химия внутри нас дает нам невероятное чувство влюбленности. И хочется продлевать, продлевать и продлевать этот момент. Кстати, интересная информация. Знаете ли вы? Я наверняка думаю, что вы что-то подобное переживали, когда вы там не могли уснуть, вам не хотелось кушать, когда вы были очень влюблены. Почему? Ну, потому что высокий уровень гормона допамин дает нам следующее. У нас снижается аппетит, и он вызывает бессонницу, поэтому мы ворочимся в кровати, мечтаем скорее встретиться, о чем-то думаем. Но нам крайне сложно уснуть. Наш мозг посылает такие сигналы. Сос, сос, горшочек не вари, хватит допамина, надо же как-то и отдохнуть. Химия влюбленности буквально написана у нас на лице. Когда мы встречаем любимого человека, у нас расширяются зрачки. Это невозможно подделать. Возникает румянец, очень приятная улыбка, а наше сердце начинает биться учащенно, еще больше, 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 перегоняя крови для того, чтобы наш организм в этот момент был силен, вдохновлен. И это такие классные, приятные, восхитительные признаки, по которым можно определить, что настоящее чувство испытывает к вам ваш партнер или ваша партнерша. А еще, когда мы влюблены, то мы склонны идеализировать любимого человека, ставить его на пьедестал. И в этот момент у нас розовые очки появляются, через которые мы смотрим на любимого человека, не замечаем совершенно никаких недостатков. У нас все устраивает, нам все нравится. Природа, конечно, может объяснить, почему с нами такое происходит и почему нам нужны эти розовые очки. которые уменьшают способность нашего мозга критически мыслить. То бишь, в этот момент мы можем представить, как любовь поглаживает высшие отделы головного мозга, которые отвечают за критическое мышление, и они такие перестают работать просто, понимаете. И мы не способны оценить очень многие вещи и поступки, и действия, которые совершает любимый человек. И вот эти розовые очки, они, конечно, на начальной стадии отношений, когда мы влюблены, очень и очень, с одной стороны, облегчают вход в отношения, потому что мы не склонны многие вещи анализировать, нас почти ничего не настораживает, и поэтому многие так легко бросаются в отношения. С другой стороны, и я скажу об этом позже, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, у нас есть такой еще момент отношений, когда розовые очки исчезают, и мы такие, о боже, кто этот человек рядом со мной, почему вот так все происходит, почему он там ходит, носки разбрасывает, или почему она слишком много времени проводит, не знаю, там в ТикТоке, например. Нас начинают раздражать какие-то вещи, но мы избавлены от этого на этапе влюбленности. Сколько же длится вот эта химия между мужчиной и женщиной? На самом деле от нескольких месяцев полутора-трех до почти года, постепенно уменьшая интенсивность гормонального коктейля из допамина и экситоцина, которые мы получаем. Почему? Ну, потому что природа не может нас вот это без критического мышления надолго оставлять. Это невозможно, если мы думаем, что розовые очки распространяются только на любимого человека. Нет. Вот это вот, о боже, влюбилась, работу забросила, на край света готова бежать, про все забыть. Отсутствие критического мышления в этот момент и способности трезво оценить ситуацию, проанализировать, взесить все за и против, они прям сильно могут повлиять и на карьеру, и на обучение, и на многие другие сферы нашей жизни. У нас розовые очки вообще на все. Мы все неправильно анализируем. Поэтому природа говорит, слушай, я не могу тебе делать гормональным наркоманом, ты мне нужен живой, здоровый, классный, думающий, потому что человечеству выжить надо. Поэтому я постепенно буду уменьшать вот эту долю гормонов, потому что у этого есть смысл, чтобы ты был человеком здравомыслящим. Помните, Homo sapiens, человек думающий, человек разумный. Но я также не могу не упомянуть, что именно в момент влюбленности ученые обнаружили, что вот эта самая влюбленность, эти гормональные изменения перепрошивают вообще наш мозг. Даже в определенных базовых областях нашего мозга меняется порядок, количество нейронных связей, делая нас людьми, которые наделяют предмет нашей любви необыкновенными качествами, возвышают его и порой даже заставляют нас думать, что интересы любимого человека важнее наших интересов. Знакомы? Узнали себя? Если вам нравится это видео, обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас, поставьте лайк этому видео, комментируйте вот то, что будете думать, с каким опытом в жизни вы столкнулись, если вам откликается то, что вы смотрите. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления, что новые интересные и полезные видео уже вышли на моем канале. А еще, когда мы влюблены, нам очень нравится это ощущение. Почему? Потому что порог чувствительности снижается и нам легче очистить радость, мы меньше раздражаемся по пустякам, нам нравится вот это ощущение легкости, возникает даже порой ощущение, что крылья выросли за спиной, а на самом деле это наш мозг и вся биохимическая лаборатория работает на нас, чтобы нам так жилось, и поэтому мы очень любим быть влюбленными. Но наступает определенный момент, помните, я говорила, что постепенно коктейль гормонов окситоцин плюс допамин будет уменьшать, уменьшать, уменьшать свою концентрацию в нашем организме, но если мы продолжаем оставаться с любимым человеком, то наступает следующий этап отношений, и этот этап называется этап привязанности, и это уже намного больше похоже на любовь, и имеет несколько вообще другой смысл того, что партнеры находятся рядом друг с другом. Давайте расскажу, какой. Если вспомнить, что мы все та же биохимическая лаборатория, которая продолжает чудесным образом снабжать наш организм различными нейромедиаторами, то здесь следует сказать, что природа думает, слушай, я так много сил потратила на то, чтобы связать тебя с этим человеком, все живое в этой жизни должно продлить себя, то бишь, у природы есть смысл, она хочет, чтобы пара зачала потомство, и поэтому от этих розовых очков абсолютной неспособности думать, она переводит нас в следующий этап, и этот следующий этап должен иметь совсем другие цели, сделать так, чтобы потомство безопасно родилось, а потом его еще нужно подрастить, а человеческие детеныши, это, знаете, та еще задача, потому что они взрослеют десятилетиями, десятилетиями, ныне считается, что молодой человек в возрасте 18 лет еще не взрослый, во многих странах он не достиг порога совершеннолетия, и поэтому, чтобы процесс родительства происходил успешно, биохимическая лаборатория внутри нас готовит нам совсем другой коктейль из гормонов, и они дают нам следующее, например, начинает уже выделяться гормоны парного действия, окситоцин продолжает, все так же вырабатывается, помните, чувство безопасности, снижает тревожность, ощущение мы с тобой одной крови, ты и я, ощущение такой безопасности возникает, очень приятной привязанности, верности, хочется быть рядом с этим человеком, много-много, и это очень хорошо, но к нему добавляется вазопресин, а гормон вазопресин отвечает за другие вещи, наоборот, за мобилизацию, защиту территории, или потомства, или партнеров, понимаете, вот так работает природа, и даже если пары не забеременеют, и они не ожидают ребенка, все равно природа аккуратненько переводит нас в этот этап, когда розовые очки снимаются, нам нужно стать посерьезнее, нам детей растить не просто так, не хухры-махры, уже не розовые очки, уже прям ответственность нужно брать на себя, и она начинает все больше и больше давать нам именно этих гормонов, и еще, я скажу больше, по действиям этих гормонов, вазопресина и окситоцина, вот эта вот романтическая влюбленность переходит в совсем другое качество любви и объединяет всех членов семьи вот некой общностью, мы семья, я люблю тебя, если появляются дети, мы любим своих детей, мы сближаемся, у нас появляется некое ощущение семья, мы все вместе, и вот романтическая любовь где-то уже там позади, а любовь к своей семье начинает набирать оборот. именно на этом этапе пропадают розовые очки, мы можем думать уже критически, и возникают вот те самые моменты, про которые я говорила, что кто этот человек, который живет рядом со мной, у нас уже и дети, возможно, родились, и дом мы построили, бизнес открыли, а я, кажется, впервые вижу этого человека, и на этом этапе мы, с одной стороны, чувствуем себя намного расслабленнее, потому что нам эти гормоны дают возможность это почувствовать, с другой стороны, начинается этап конфликтов и отстаивание своей территории, и вот здесь у нас есть два пути. Мы либо упрачиваем свои отношения, женимся, или там, если мы до этого уже успели пожениться, мы живем долго и счастливо, проходим различные жизненные этапы, но вот эти гормоны привязанности, вазопресин и окситоцин, позволяют нам преодолеть различные сложные ситуации. Что бы там ни происходило, вазопресин, мобилизация, как преодолеть эту проблему, окситоцин, мы с тобой одной крови, ты и я, все будет хорошо, успокойся, все порешаем. Понимаете, вот где-то вот такая история происходит. Или может быть совсем другой сценарий, когда люди понимают, что расхождение в убеждениях, разница в культуре настолько велика, что разбиваются сердца, как мы говорили в самом начале, и каждый из нас хороший человек, но у нас разные пути в этой жизни. И люди расходятся, пара расстается. И вот дальше происходит еще более, если второй сценарий мы выбираем, то бишь мы расходимся с человеком, в которого мы были очень и очень влюблены. Сердце разбито, осколки, мы страдаем невероятно, просто как пережить, жизнь рушится, планы рушатся, мечты рушатся, нам очень больно. А в мозге глубоко, внутри мозга у нас есть специальная зона, инсулярная доля, которая отвечает на самом деле за любую боль, которую мы чувствуем, эмоциональную, физическую. И вот в этот момент мы по полной. Она работает такая, рада услужить клиенту. Боль так боль, проживаем ее, но это еще не все. Еще есть следующая история, которую нужно учитывать, я думаю, что многие узнают себя в этой истории, пишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно, когда досмотрите это видео до конца. Что с нами получается? Мы попадаем в такую замкнутую петлю, из которой нам порой бывает сложно выбраться, потому что нам порой бывает очень сложно расстаться с человеком. Даже вот все уже окончательно решили. Настрадались невероятно. Инсулярная доля прям старается выполнять свою работу, как может нам больно и физически, и душа болит, и тело болит, и нам прям очень плохо, и мы рыдаем, и не понимаем, как мы дальше будем жить. Но в какой-то момент времени мы начинаем листать фотографии, и мы вспоминаем, как нам хорошо было вместе. Или мы идем смотреть эти социальные и находим там своего бывшего или свою бывшую. И смотрим. И что в этот момент происходит? с одной стороны сердце разбито, понимаете? А с другой стороны мозг такой ВТО стимулирует, активизирует. А когда стимулируется ВТО, у нас что выделяется? Гормон допамин. Добро пожаловать! Мы кайфуем. И мы попадаем в некую иллюзию, что еще все можно наладить, что все будет хорошо, но было же замечательно. Но это правда иллюзия, потому что в данном случае все, что работает, работает ВТО. Оно активизируется, а значит выделится допамин. И мы тут страдаем, а вот тут радуемся и мечтаем о том, как было бы круто опять объединиться. И в этот момент мы даже можем пытаться искать контакт с бывшим или бывшей. Потому что нам кажется, что все будет хорошо. Просто так действует ВТО, которое активизировалось. Мозг выделил гормон допамин. И поэтому у нас получается следующая штука. Мы как на американских горках. То страдания, то иллюзии, что все может быть еще очень хорошо. Кто не помнит, еще раз показываю. И еще раз вернусь к этому слайду. Потому что страдаем мы просто по полной. А следующее, что мы делаем, мы по полной погружаемся в иллюзию и тренируем свой мозг, что как только мы визируется, допамин выделился и нам хорошо. И мы такие все еще может быть хорошо. И такие американские горки порой могут растянуться от нескольких недель до нескольких лет. И из этой петли крайне сложно бывает выбраться. Так что же сделать вообще чтобы выбраться из этого? Как расстаться так, чтобы не было очень больно? Я в конце расскажу как пережить, если мы уже страдаем. А в больно, мучительно, понимаете? Перестать вообще листать какие-то фотографии, стимулировать ВТО, чтобы допаминчик выделялся и мы в эти грезы погружались, понимаете? А запретить себе отвлекать себя, запретить себе грезить, запретить себе активизировать ВТО, то бишь не смотреть фоток, не вспоминать как хорошо это было, не рыдать над полотенечком, которое вы вместе покупали или не знаю. Не пересматривать открытки отпуска, потому что в этот момент инсулярная доля, которая за боль отвечает, блокируется, а ВТО активизируется, допаминчик выделяется, вам хорошо. Потом вы рано или поздно возвращаетесь в реальности, опять страдаете. Но самое удивительное здесь, что вы приучаете мозг к тому, что либо страдания, либо иллюзии, и то, и то не есть хорошо, потому что вам от этого будет плохо. Больше и больше на эти американские горки, то вверх, то вниз, то классно, то ужасно, и в эту петлю, из которой все сложнее выбраться. Поэтому пожалуйста, не пересматривайте фотки, не звоните бывшему, не разрешайте себе грезить, предупредите всех своих друзей, что как только вы будете начинать разговоры о бывшем или бывшей, и вот это вот мечтательно, потому что человек сразу улыбаться начинается, ВТО активизируется, допаминчик выделился, бывший бог знает где, и может быть мудаком по жизни, но я вот сейчас не про то, что мужчины плохие, и женщины бывают мудачки, в общем, наши бывшие могут быть мудаками, но в этот момент, когда допамин, мы не способны критически мыслить, и мы такие, ааа, может попробовать, не надо, пусть сами не можете удержаться, пусть вас удержат ваши самые близкие друзья, не совершайте таких ошибок. Так, сколько же мы будем страдать? Со временем, понимаете, мозг устает страдать, и я скажу больше, высшее отдело головного мозга говорят нам хватит, хватит, уже не надо, это ненормально быть в таком состоянии, кто-то же в принципе должен там следить за тем, что там жизнь продолжается, туда надо вернуться, и поэтому наши страдания постепенно, постепенно, постепенно уменьшаются, и это правда тот случай, совершенно пропадает, и мы готовы встретить новую любовь, и вот тут самое интересное начинается, потому что теперь мы с вами знаем, что не все гормоны сразу выделяются, и что до момента, когда мы нырнем с головой в эту любовь, и потом надолго наденем розовые очки, у нас есть такое окно возможностей, которое позволит нам не совершать ненужных ошибок, что нужно делать, когда мы встречаем человека, который нам нравится, и нам кажется, что мы готовы к новому отношению, нужно искренне интересоваться его жизнью, и искренне интересоваться своей жизнью, много разговаривать, задавать вопросы, которые позволят вам прояснить разные-разные аспекты вашей жизни, его жизни, ваши отношения к этим разным аспектам жизни, вот как вы будете поступать, если у вас разное видение на какое-то событие, или у вас разное видение на то, как нужно вести хозяйство, быт, финансы, воспитывать детей, вопросов нужно задавать много, на самом деле, ни один, ни два, ни три, честно, самостоятельно на них отвечать, и внимательно, в общем-то, наблюдать, как отвечает за этим партнер, люди есть разные, кому-то нужно прямо с порога сказать, мне список вопросов, давай поговорим, и эта откровенность понравится человеку, только, пожалуйста, не подстраивайтесь под ответы, не пытайтесь выглядеть хорошенькой, женщинам это часто свойственно, нас так воспитывают, такие, да, да, и мне это нравится, будьте честны с собой, тогда эти вопросы либо вас сблизят, и вы на самом деле еще больше упрочите ваши отношения, с головой нырнете влюбленность, и вы там уже дальше знаете, что будет происходить, либо они вас охладят к предмету вашего интереса, понимаете, и вы расстанетесь без боли на начальном этапе отношений еще в тот момент, когда вы не натренировали мозг на этого конкретно человека, помните, я говорила, ВТО активизируется, допамин выделяется, и вот так происходит тренировка, и мы не сразу с головой влюбляемся в человека, мы просто тренируем свой мозг на конкретного человека, на тот момент, когда мы думаем о нем, видим его, звоним ему, или слышим его голос, у нас мозг такой радостный очередную порцию допамина выделяет, и мы уже по уши влюблены, но вначале так не происходит, и вот пока мы еще не натренировали наш мозг, нам нужно задавать много вопросов, а есть люди, которым сложно задавать вопросы, поэтому по контексту вставляйте их, пожалуйста, поднимайте самые различные темы, для того, чтобы обсудить, как оно там, это жили они долго и счастливо, как вы это представляете, детализируйте, пожалуйста, в контексте тех мест, разговоров, где вы бываете, чтобы это не было как допрос, потому что не все люди такой способ хорошо будут воспринимать, но чтобы это сработало на вас, и вы либо еще больше влюбитесь друг в друга, потому что вас много объединяет, ваши взгляды на жизнь совпадают, и у вас потом не будет ссор, если ваши культуры разные, или у вас разные видения и ситуации, и обид не будет, и боли будет намного меньше, и понимание, и поддержки будет намного больше в отношениях, или вы охладеете, как я уже говорила, и без боли расстанетесь, такой, типа, что это за наваждение было, слава богу, что не нырнула туда, вот такая вот будет история. Нас не учили строить отношения, и порою она бывает очень сложна, потому что мы находимся в плену своих ошибок, нам кажется, что мы правильно поступаем, а вот другой человек точно нет. И очень важно понимать, что отношениям можно научиться. У меня есть невероятный курс, который называется Be Happy Lovers, я его делаю один раз в год, и если вам откликается то, как вы смотрите мои видео, то, как я излагаю материал, если вы мне доверяете, то добро пожаловать на курс Be Happy Lovers. Что это такое? Это курс длиной в 2,5 месяца, как я уже говорила, я его делаю один раз в год, и вот очень скоро он начнется. Даже если вы опоздаете к началу, все равно присоединяйтесь, потому что 2,5 месяца достаточный срок для того, чтобы даже в середине старт этого курса заскочить, и все равно получить максимум обучения и моего личного участия. Доступ к этому курсу у вас будет целый год. Начинается он с водного занятия, плюс 5 онлайн тренингов, 5 дней, по 4-4,5 часа с разными темами, как решать конфликтные ситуации в отношениях, что такое влюбленность, но совершенно другими словами, не так, как мы здесь говорили, какие системные ошибки мы допускаем, что такое сексуальные сценарии, как вернуть страсть в отношения, как решать кризисы в отношениях, какие они бывают, какие этапы мы проходим, как на этих этапах правильно выстраивать отношения. Вы научитесь распознавать системные ошибки. Вот когда пройдет эти вводные занятия, которые длится 2 часа, и потом еще 5 дней, по 4,5 часа, записи всех этих дней у вас будут сохраняться. Вам будет предоставлен доступ к 32 лекциям, которые уже записаны заранее, где есть очень много различных тем, и что делать, и как пережить измену, и что такое созависимое отношение, и что такое ревность, и многое, многое другое, и как отношения на расстоянии сохранить. В общем, под этим видео внизу будет ссылка на сайт. Переходите, там прям все изложено, все-все темы, все можно детально изучить. Присоединяйтесь. Как я уже говорила, нам нужно, чтобы понимать, это мой человек, мне стоит строить с ним отношения, задавать ему вопросы. Вы получите доступ к воркбуку, который я создала, лично рисовала все рисунки, писала для вас конспекты, каждой лекции, продумывала, какие еще инструменты я могу дать для того, чтобы расширить ваше видение. Там даже есть материалы, которые не входят в курс. Здесь вы видите одну из страничек, о воркбуке, а с моими рисунками, уже не обессудьте. Вот. Но мне очень хотелось схематично, но очень цепко передать определенные идеи. Помимо этого, вы получите еще чек-листы почти 100 вопросами. Возможно, я там даже еще допишу, их даже будет больше, но на сегодня их почти 100, на разные совершенно темы, которые позволят вам задавать эти вопросы своему партнеру на начальном этапе отношений, чтобы понять, вам в одну сторону шагать или нужно расходиться. А если вы уже давно в отношениях, то это тогда хорошая возможность узнать друг друга ближе, потому что люди иногда молчат годами. Мы вроде как и знаем человека как облупленного, но это не совсем так. Поэтому вы получите прям огромный список чек-листов. Вы здесь видите только три, а их там то ли 12 с разными совершенно подтемами, с вопросами, которые касаются этой подтемы, которые так или иначе дадут вам понимание, стоит ли строить с этим человеком отношения или что поменять в отношениях, которые вы уже какое-то время строите, и вам бы хотелось их улучшить. В общем, этот курс для всех, кто хочет научиться восхитительно строить отношения. Для всех тех, кто уже отчаялся, для всех тех, кто думает, что только вместе нужно ходить, нет, на этот курс можно прийти одному и значительно улучшить отношения. Для всех тех, кто хочет перестать в них страдать и начать получать удовольствие. Поэтому, если вы мне доверяете, переходите по ссылке под этим видео, заходите на сайт, покупайте, пожалуйста, обучайтесь и стройте классные, прекрасные отношения. Ну и еще бонусом в преддверии Черной Пятницы. Конечно же, я дам возможность всем, кто в этот момент будет покупать курс, купить его по самой выгодной, самой классной цене со скидкой в 47%. Заходите, интересуйтесь, смотрите, присоединяйтесь к огромному количеству участников из разных стран мира для того, чтобы научиться строить отношения круто и чтобы перестать в них страдать и начать ими наслаждаться. И напоследок мне хочется такое заключительное резюме еще сказать. Мы с вами говорили о том, что если вдруг вы уже разрываете отношения и вам больно, что же делать для того, чтобы пережить эти душевные страдания быстрее и легче? У меня есть такой ответ. Нужно встречаться с друзьями, нужно отвлекаться, нужно переключать мозг. Помните, думая о чем угодно, только не о бывшем, чтобы не попасть в эти американские горки в эту петлю. Обучение очень круто подходит, спорт очень круто подходит, медитации великолепно помогают, музыка чудесная, посмотрите, пожалуйста, смешные комедии, только не перепутайте их, пожалуйста, с мелодрамами, их смотреть нельзя, обрыдайтесь. Не те зоны коры головного мозга активируйте. Поэтому только комедии. И как я уже говорила, время лечит. И вам легче будет пережить страдания и восстановиться, и быть человеком, который готов к новым отношениям, если вы воспользуетесь этими простыми советами, но они очень рабочие. Ну и напоследок хочу сказать так, влюбляйтесь и будьте счастливы.